Добрый вечер, коллеги! Рад всех приветствовать на нашем новом вебинаре с Виталием Сергеенко, который будет посвящен важной теме, как формировать для себя инвестиционный портфель. И буквально несколько слов перед началом, и также, как всегда, передам слово Виталию. Как всегда, перед началом нашего вебинара это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и не стоит переходить к торговле на реальном счете или использовать какие-то идеи, пока вы не ознакомились со всеми рисками. Более подробную информацию сейчас вы видите перед собой. Также для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, хотелось бы несколько слов сказать по компании Admiral Markets и рассказать, что же такое наша компания. Кстати, напишите, пожалуйста, плюсики, кто у нас присутствует первый раз. Ну или поставьте цифру 1, чтобы нам не запутаться в количестве плюсиков. Компания Admiral Markets существует уже порядка 18 лет. Мы предлагаем сервис для наших клиентов под различными юрисдикциями. Каждый клиент может выбрать то правовое поле, в котором ему интересно работать. Это и Австралия, и Великобритания. Везде есть некоторые отличия, на которые вы можете уже ознакомиться на нашем сайте или получить уже информацию у вашего персонального менеджера. Также мы запустили платформу MetaTrader 5, которая, в принципе, сейчас является основным из торгуемых инструментов, из которых используется в торговле. В ней очень удобно можно торговать и валютой, и составлять для себя также портфель из акций. Ну, как раз вот тема сегодняшнего динара будет об этом. Удобный способ пополнения. Вот вывод максимально комфортно, с минимальными комиссиями. И также сейчас для жителей России мы запустили возможность пополнять счет в рублях, ввести счет в рублях и также уводить в рублях. Но я думаю, что Виталий сегодня тоже будет говорить про рубль. Ну, по крайней мере, для тех, кому это интересно. Конечно, порой выгоднее вести торговлю именно в валюте, в которой вы торгуете. То есть, например, доллары или евро. Но, тем не менее, такая возможность также присутствует. Мы предоставляем минимальные издержки по торговым инструментам. Если брать основные евро-доллар, то есть это 0,6 пункта. DAX 0,8 пункта. Если говорить об акциях как раз американского рынка, то мы даем комиссию 1 цент на акцию, то есть не менее 1 доллара. То есть, покупая, в принципе, одну акцию, то есть вы платите комиссию 1 цент. Мы предлагаем более 8000 торговых инструментов. То есть, сюда включены не только американские акции, также есть акции европейские. Поэтому с полным списком вы также можете ознакомиться на сайте. Но как раз счет Admiral Invest, он для этого предназначен, который также был запущен не так давно. Он предоставляет торговую возможность именно без кредитного плеча. Я именно купил и держи, получаю выплаты дивидендов и формирую для себя инвестиционный портфель. Также с точки зрения образования мы предлагаем различные обучающие вебинары, как мы проводим сейчас с Виталием. Помимо, то есть, также есть вебинар с доктором Элдером, который проходит у нас каждый месяц. Ссылка на регистрацию я добавлю также в чат, или вы сможете найти ее на сайте. Ну и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, чтобы всегда оперативно находить записи вебинаров и смотреть тогда нашу также актуальную аналитику. И также перед началом хотелось бы сказать о том, что сейчас для тех трейдеров, кто торгует именно валюту или индексы, именно с кредитным плечом, сейчас у нас действует акция, это уменьшение спреда. То есть, фактически сейчас вы можете получать спред на 15% меньше, ну а в какие-то выборочные дни он может доходить до 25% и 50%. Ничего дополнительного для участия в этой акции не требуется, просто зарегистрироваться, выбрать необходимые инструменты и, собственно, получать лучший спред в течение практически целого месяца. Ну а сейчас я бы хотел передать слово Виталию, человек, который уже достаточно давно сотрудничает с нашей компанией. и сейчас Виталий будет проводить серию вебинаров, которая будет посвящена именно инвестированию, инвестированию в фондовый рынок. И фактически сейчас вот первый вебинар, с которым мы стартуем. Но я думаю, что Виталий представится, немножко чуть расскажет о себе, поэтому я готов передать слово тебе. Бери микрофон, я останавливаю демонстрацию, и ты можешь начинать. Так, хорошо, спасибо, Роман, большое. Меня, надеюсь, слышно и видно. Если это так, друзья, то поставьте плюсики в чат. Что касается меня, да, то действительно, Роман правильно сказал, что давно уже сотрудничаем с компанией Adneral Markets. И это один из тех партнеров, которые действительно надежны, к которому никогда не было никаких вопросов. У этого партнера много лицензий. И также очень рад, что меня приглашают. И никогда не думал, что мое имя будет в рамках вебинара где-то звучать рядом с именем Александра Элдера, доктора Элдера, да, поэтому очень приятно, что на одной площадке, в том числе и Роман, нас вместе собрал, это очень приятно. Что касается меня, то кто меня не знает, то вот я 12 лет в теме трейдинга и инвестирования. Сейчас больше выступаю как инвестор, как управляющий фондом инвестиционным. И мы инвестируем в разные направления. Это и трейдинг на валютном рынке, и трейдинг на пьючерсном рынке, и алгоритмические стратегии, и, соответственно, покупка акций в долгу, и участие в теме IPO, и многое-многое другое. То есть различные такие варианты. Поэтому сегодня мы начинаем такую серию вебинаров инвестиционных. До этого была серия вебинаров именно по трейдингу. Но сейчас тема инвестирования нам ближе, и я хочу с вами поделиться. Напишите, пожалуйста, в чат, чтобы вы с вами немножко познакомились, сколько лет вы в теме трейдинга, или сколько месяцев, недель. И занимаетесь ли вы инвестированием параллельно, или, может быть, вы выступаете как инвестор. Напишите, это будет очень интересно, чтобы нам с вами понять, в каком направлении двигаться. Так, соответственно, я пока двинусь дальше. Итак, у нас с вами вот такой план вебинара сегодня. Мы поговорим немножко о том, как сберегать инвестировать правильно. Немножечко такое вводное слово будет, лирическое, для начинающих инвесторов. Дальше поговорим именно о принципах формирования портфеля, о том, как защититься от падения рынка, потому что сейчас многие кричат, что S&P дает и многие индексы мировые, они на исторических максимумах. Вот что делать, куда бежать, стоит ли покупать по текущим ценам. Об этом сегодня также немножко поговорим. И, соответственно, также несколько кейсов. Разберем именно их умеренных, грамотных инвестиций в валюте. Какие инструменты там использовать, как можно добиться доходности 10-30% годовых. То есть это сегодня все у нас с вами будет. Так, так, так. Где мне найти? Здесь чат получается. Сейчас я поищу. Вопросы и ответы нет. Куда-то у нас переместился чат. Наверное, подробнее. Три года в трейдинге. Друзья мои, не стесняйтесь. Пишите в чат, чтобы мне понять, насколько глубоко копать сегодня или, наоборот, более поверхностно. Три года в трейдинге – это хорошо. Надо понять, сколько у нас теперь в инвестировании. Итак, пишите пока в чат. Мы поедем дальше, чтобы нам с вами не задерживаться. В начале я бы хотел сказать о том, что многие люди превратно вообще понимают, что такое инвестирование, что такое фондовый рынок. Для них фондовый рынок – это больше как игра, как вот замечательная девушка-крупье. Да, они смотрят, что здесь какие-то ставки, какие-то непонятного, что инвестирование. Инвестирование, да, я встречал даже такое мнение, что люди говорили, я инвестирую во все. Как-то на конференции в Петербурге очно мы встречались сотни инвесторов, предпринимателей на этой площадке были. Там один такой экстравагантный парень выскочил на сцену и сказал, что я инвестирую во все, кроме трех вещей. Первая вещь – это алкоголь, вторая вещь – это кальяны, и третья вещь – это фондовый рынок. И вот мне тогда стало так смешно и обидно, с другой стороны, потому что я понял, насколько люди не понимают, о чем они говорят, и насколько люди многие далеки от фондового рынка. Ведь если бы они были чуть более грамотные, допустим, вот этот человек, который так говорил, то он бы понял, что фондовый рынок – это не что иное, как маркетплейс, то есть место, где грамотные люди, люди с большими деньгами, продают и покупают бизнесы. То есть это не что-то такое воздушное, облачное, да, то есть это конкретное место, да, где можно купить долю в самых крупных, самых успешных, самых прибыльных бизнесах в мире, таких как там Starbucks, McDonald's, Apple, Google, Facebook и так далее. То есть где вы еще можете купить частичку этой компании, а акция или пай какого-то фонда – это не что иное, как как раз частичка бизнеса, частичка какой-то компании, не просто циферка или не просто какая-то бумажка, как это была раньше. Поэтому для меня фондовая биржа – это на самом деле очень классное место, то место, где есть варианты зарабатывать на росте бизнесов различных компаний. Поэтому вам предлагаю также в этой теме разобраться. И я не против спекуляции, не против трейдинга, так как сам трейдер с 12-летним опытом, но за 12 лет я понял одну простую вещь, что трейдинг – это очень непростое дело, непростое ремесло, и где-то инвестирование для большинства людей подходит больше, нежели трейдинг, потому что все-таки процент выживаемости трейдеров очень низкий, а инвесторов наброс очень высокий, порядка 90%. Вот поэтому… Так, сейчас я вернусь к чату, если я его найду. Так, ну вижу, что у нас есть и новички, есть и, соответственно, трейдеры, да, в основном, но я думаю, что именно инвесторов с таким большим опытом у нас здесь не так много, да. И вот я хотел бы начать с того, что какие вопросы вы должны задать сами себе перед началом инвестирования, если вы действительно хотите в этой теме разобраться. Есть четыре ключевых вопроса. Первое – это какая у меня финансовая цель, потому что большинство людей начинают и в трейдинге, и в инвестировании сами не знают для чего. Чтобы больше зарабатывать или, ну, вот, максимально, сколько много, то есть с людьми начинаешь общаться, они сами не знают, для чего им нужны эти деньги, для чего они инвестируют, вкладывают. То есть вы должны ставить конкретную цель какую-то, хорошую, там, купить квартиру, там, ребенку, оплатить образование, помогать родителям, там, именно, там, что-то купить, да, или добиться финансовой независимости, то есть у вас на депозите будет какой-то капитал, который будет способен за счет, допустим, дивидендов, так вот, денежного потока перекрывать ваши не просто базовые расходы, а продвинутые расходы, которые вам не смогут помочь отойти от дел раньше 50 лет, к примеру, да, то есть, потому что в России, в странах СНГ, мы с вами знаем, что, в принципе, в основном на пенсию нам не приходится рассчитывать, нужно создавать ее самому, да, вот, формировать вот этот пенсионный счет, накопление определенное, и это нужно делать прямо сейчас, если вы раньше начнете, то вы дальше уйдете, поэтому этот вопрос, финансовые цели, он колоссально важный. Дальше такой период инвестирования, потому что для большинства людей, вообще, чтобы сформировать какой-то портфель, люди не понимают, что это занимает определенное время, потому что мы подбираем какие-то акции или фонды по каким-то определенным ценам, мы их ждем, а не покупаем оголтело, там, на всю котлету, да, с плечом, то есть, и я говорю так, что для большинства людей, чтобы вообще начинать инвестировать, вот, задаваться этим вопросом, нужно сказать себе так, что я буду инвестировать те деньги, которые мне не понадобятся завтра, на какие-то свои нужды, и те деньги, которые, скажем так, я могу заморозить на 2-3 года хотя бы, то есть, минимум. Лучше 3 года, 3 года плюс. Лично у меня есть стратегия инвестирования 3 года, 5 лет, 15, 20 лет, то есть, у меня разные портфели, несколько таких кейсов мы сегодня рассмотрим, то есть, это те вещи, которые работают, именно когда это долгосрок, за счет чего и почему мы дальше с вами поговорим. Поэтому, если вы принимаете решение инвестировать, то ставьте нормальную, грамотную финансовую цель, может быть, после этого вебинара себе прям возьмите листочек, запишите, вот я всегда записываю все на бумаге, потому что это очень по старинке удобно, интересно, ты все цели себе на день, на неделю, там, на год расписываешь и отмечаешь по таймингу, по реализации, рекомендую всем это делать. Далее, третий вопрос, на который большинство людей вообще не могут ответить, это на какой уровень риска я готов? Большинство людей думают, что они готовы к риску, но как только их депозит проседает на 5-10%, они начинают орать, как резанные, и говорят, что спасите, помогите, я теряю деньги. То есть, инвестор – это тот человек, который готов к риску, умеренному, большому риску, то есть, разная есть терпимость. Ну, вот тот же Уоррен Баффетт, великий инвестор, он говорит, что если вы не готовы увидеть снижение вашего депозита, где находятся акции на 50%, то вам лучше не инвестировать в акции. То есть, есть вот такое мнение. То есть, понятно, что 50% – это многовато, наверное, но, по крайней мере, вы должны быть толерантны к риску в 20-30%. То есть, если вы чувствуете, что вы не умрете, если потеряете 20-30% в моменте из-за волатильности рынка или какой-то акции, то вам стоит вообще задумываться над инвестированием, потому что это все-таки не трейдинг, где маленькие сделки, постоянные там стопы, тыки. То есть, здесь нужно все-таки иногда даже порадоваться тому, что акция свалилась, потому что нам дают возможность подешевле эту акцию купить. Это достаточно важно. И это хорошая возможность, особенно в преддверии каких-то там кризисов, рецессий и так далее. И четвертый, тотально важный вопрос – это готовы ли вы пополнять свой счет в течение какого-то периода? То есть, или вы настроены просто на рост капитала, пополняете, не знаю, там на 10 тысяч евро свой счет, или оставляете его на 3 года, сформировав какой-то портфель из ценных бумаг. Или вы, допустим, есть другая стратегия, а-ля это красиво сейчас некоторые называют миллион с нуля, или еще что-то. Допустим, вы пополняете на 2 тысячи долларов свой счет, и каждый месяц потом просто 150 долларов докладываете к этому депозиту и докупаете активы. То есть, есть такая стратегия, она также себя хорошо проявляет. То есть, в принципе, при умеренной доходности даже там 15-20 годовых, если вы будете вот в такой динамике пополнять, то там через 2-3 года у вас уже будет счет 6-8 тысяч долларов. Что для многих людей, если вы копите капитал с нуля, это уже неплохо. И доходность не безумная, 15-20, 14, скажем так, 14-18 даже в год. Это очень умеренная доходность, адекватная. И мы сегодня там пару кейсов также разберем таких. То есть, и вполне можно добиться такого, да, чтобы рост, допустим, от 2 тысяч до 8 тысяч за несколько лет при условии пополнения. И, как я всегда говорю, да и все мы это говорим, все мы знаем эту пословицу, что если ты, эту фразу, что если ты сохранил, значит, заработал. Сэкономил, значит, заработал. То есть, и вот здесь как раз инвестиции-то об этом. Если ты сэкономил 100-150 баксов и закинул их на свой счет, и купил на них активы какие-то, которые потенциально будут расти, это намного лучше, чем ты их просто прогулял, пропил там, не знаю, сходил, какие-то тряпки купил, которые тебе будут висеть в шкафу, да, то есть, мышление инвестора, оно немножечко другое. Покупаем со скидкой, откладываем, реинвестируем, то есть, это очень-очень важный такой процесс. Что касается вообще эффективности создания прибыльного портфеля, то здесь также у нас есть 4, как мне кажется, основных параметра, на которые нужно обратить внимание начинающему инвестору. Первое, инвестируйте только в то, что понимаете, этот старик Баффет то же самое говорит, да, я с ним абсолютно согласен, то есть, если вам предлагают какую-то хитрую штуку на блокчейне, это будет новый блокчейн, новые криптовалюты, вот мы проходим ICO, закидывайте последние деньги сюда, и мы сделаем вам x8, то, скорее всего, эта инвестиция для вас, как для начинающего инвестора, не подходит, потому что, а, там риск 100%, а начинающий инвестор не может себе позволить такой риск, потери полностью, потери депозита, второе, это, когда нам такие сказки рассказывают, то, скорее всего, они не сбываются, чаще всего, и третий момент, вы тупо не понимаете, о чем мне вообще говорится, да, то есть, вы инвестируете не пойми чего, какой-то воздух, да, поэтому лучше инвестировать в то, что вы понимаете, вы понимаете, какой-то бизнес, вы понимаете, вы занимаетесь, не знаю, одеждой, да, то есть, реализация одежды, пошивом одежды, или еще что-то, вот, вы, скорее всего, знаете бренды, вы знаете магазины, вы знаете корпорации, которые занимаются ритейлом, занимаются тем, что, текстилем, да, и может быть, если разберетесь с теми, поймете, какие метрики, какие коэффициенты смотреть, цифры по компании, по финансчетности, скорее всего, вы сможете грамотно выбрать одного-двух лидеров в индустрии и инвестировать в их понятную вам технологию, вот так это работает, или Джо Уоррен Баркетт, который выбирает простые вещи, как акции Кува-Колла, или Американ Экспресс, да, или там Джи Би Морган, Чейс, то есть понятные банковские продукты, какие-то платежные продукты, сейчас Apple у него большой стейк, да, большой портфель, то есть вот такие вещи, это понятно всем, просто, и такие вещи, как раз такие акции таких компаний не растут, потому что понятный бизнес, крупный бизнес, бизнес прибыльный, и там не надо супермного ума, чтобы на этом заработать, да, по крайней мере в долгосрочную перспективе. Вторая рекомендация, это вкладывать в 10 плюс инвестидей, то есть никогда не нужно ставить на один какой-то проект, на один продукт, так, на все покупая акции Starbucks. Это может быть хорошая идея, а может быть очень плохая идея, где потерять можно 40%, да, несмотря на то, что Starbucks шикарная компания, и вот я живу в Санкт-Петербурге, вы знаете, вот идешь по Невскому проспекту, по центральным улицам города, вот раньше были какие-то суши, бургерные, какие-то там, я не знаю, условные столовые, сейчас идешь, Starbucks, Starbucks, McDonald's, Starbucks, то есть эти гиганты, они всех выжимают, всех выживают, и только они способны за такие площади платить на центральных улицах нашего города, то есть это мощные бизнесы, огромные сети, которые пылесосят рынок и зарабатывают безумные выручку и прибыль, да, поэтому выбирайте 10 лучших идей, минимум, да, то есть можно больше, если вы понимаете, что делаете, но ни в коем случае не 2-3 компании, не 2-3 идеи, которые врубились на полную котлету, то есть не об этом идет речь. Третий момент, это также по сути совет Уоррен Баффет, это не покупайте бизнес, а не просто акции, да, то есть вы должны вкладывать именно в то, что вы понимаете и ощущая, что вы покупаете маленькую долю, частичку этого бизнеса, который вам нравится, к которому вы разобрались, а не просто купили какие-то цифры в терминале, которые там бегают туда, считают, какие-то свечи, графики и что-то там от поддержки, сопротивления от фибоначи мы будем покупать, продавать, то есть инвестиции, это не об этом, инвестиции, это не просто вот этой математике риск-прибыль, то есть здесь все-таки на понимание, на ожидание, что будет с какой-то компанией через 2-3 года, да, через год, и инвестиции вот в такие идеи. Ну, и четвертый момент, это ищите новые идеи, то есть понятно, что сейчас не надо идти покупать Макдональдс или Старбакс, потому что на исторических хаях эти компании в моменте уже переоценены, конечно, и только можно мечтать о кризисе, да, какой-то рецессии в Америке, чтобы эти компании хлопнулись там на 30-40%, и чтобы грамотные инвесторы, умные инвесторы эти компании подобрали и поместили в свой портфель. Поэтому я как трейдер раньше кризиса не боялся, потому что трейдер зарабатывает и в одну сторону, и во вторую, то есть хедж есть определенный. Потом, когда я был начинающим инвестором, я кризис боялся, как и многие, что все упадут, что я там потеряю деньги и так далее. Сейчас уже как продвинутый более инвестор, я кризис жду, потому что я хочу купить акции со скидкой 30-50% и оставляю кэш для этого подушку безопасности, чтобы если вдруг у нас с вами рынок хлопнется, да, или какие-то акции отдельные на каких-то новостных историях упадут, то чтобы их прикупить. Так, друзья, вот этот момент понятен, ставьте плюсик в чат, пожалуйста, чтобы я понял, что мы с вами на одной волне и вам все понятно. Вот у нас есть титаны инвестирования с 1986 года инвестировали периодами, это очень круто, надо вам уже вебинар проводить, 33 года опыт инвестирования, это очень круто, хотя я понимаю, что в те годы, конечно, там инвестиции немножко были другие, да, другие бизнесы немножко были. Так, вижу плюсики, но погнали дальше. Соответственно, дальше, дальше у нас идет мясо, дальше идет конкретика, это первое, что мы должны с вами искать и находить, это новые идеи, новые тренды, и вот я для вас подготовил несколько слайдов, они любезно предоставлены компанией Bloomberg, скажем так, да, минуткой рекламы, и это динамика ключевых секторов США за или на, ну, за год последний, да, а в принципе вот с апреля, ну, не самые такие свежие данные, с апреля по апрель 2019 года, да, и вот мы видим, первое, что мы здесь видим, нужно четко понимать, что все отрасли, тут разные сектора, то есть IT, финансы, industrials, materials, допустим, там, real estate, это недвижимость, или там потребительские товары, healthcare, это, что у нас все уже вылетело из головы, здравоохранение, да, utilities, это у нас коммуналка, materials, это добыча, да, допустим, золотодобывающие штуки, там, нефтяные, индустрии, разные финансы, то есть это все, вот все эти графики, видите, они в принципе сонаправлены, просто некоторые тренды, точнее, некоторые обваливаются сильнее, какие-то умеренно снижаются, да, и вот несколько здесь идей я вам дам, первое это IT, смотрите, синенькая вот эта история, она очень волатильна, но при этом право края графика восстанавливается быстрее всех, и где-то вот небольшой такой хайп, пузырь, в том числе и за счет IPO, очень прибыльных последних за этот год выходов компании, как раз как раз находится на максимуме, дальше черный график, это real estate, это недвижка, которую также можно приобрести через фондовый рынок, через акции по и компании, которые занимаются отелями, костелами, домами престарелых, допустим, сдачей в аренду каких-то там аутлетов, каких-то торговых помещений, то есть это все также покупается через фондовый рынок, есть такая возможность, это очень крутая история, и вот мы видим, что, допустим, по сравнению с другими недвижка упала незначительно и потихонечку восстанавливалась, также сонаправленно, но волатильность меньше, да, финансы, ни рыба, ни мясо, это вот зеленая вот эта история, то есть финансисты и падают, быстро, в принципе, но не так быстро, как многие другие, и при этом восстанавливается спокойно, но он где-то болтается около нуля, знаете, так по итогам года, средний такой рост. Что здесь еще на себя обращают внимание, healthcare, да, то есть здравоохранение, они сейчас, управа, графика, они намного выше, то есть здравоохранение очень перспективная история, как бы мы все здесь в одной лодке, то есть люди болеют, люди умирают, люди хотят жить дольше, здравоохранение это такой интересный тренд, и здесь есть перспективы, есть здесь будущее, да, скажем так. что себя чувствуют не особо, это там, допустим, materials, да, там, добыча, естественно, вот финансы, такие аутсайдеры, ну, есть средненькие здесь, да, мы не говорим, то, что вообще неинтересно, то есть основные вот такие вещи, основные направления, я вам сказал, да, но, если двинуться дальше, также Bloomberg дает вот информацию по средствам от своих аналитиков, они выделяют здесь сектора с потенциальным, максимальным ростом на год, максимальный рост это 15%, как вы видите, здесь у нас energy, да, энергетика, healthcare, здравоохранение и сервисы, коммуникационные сервисы, да, здесь также 8,2 заблудились, да, но в целом мы видим энергетика, здравоохранение и, скажем так, сервисы, да, коммуникационные. 10-15%, это очень здорово, в аутсайдерах у нас utilities, это коммуналка и real estate, 1,5% у кого-то, да, то есть, вот по этой метрике у нас, как будто бы, у недвижки не такие большие перспективы, не так интересно, но, опять же, мы должны с вами четко понимать, что, допустим, если в преддверии какого-то кризиса, то такие вещи, наоборот, хоть и потенциал роста небольшой у коммуналки и недвижки, но, скорее всего, в ближайшую рецессию американскую эти штуки станут одними из защитных секторов, то есть, которые можно вкладывать даже на пиках, локальных пиков рынка, потому что недвижка, она падает намного меньше, чем, допустим, IT или энергетика или финансы, то есть, это нужно четко понимать, там есть определенный защитный такой эффект. Вот у нас три топ-лидера, то есть, казалось бы, так, все бежим, покупаем энергетические компании, здравоохранение и коммуникационные службы, у меня есть еще такой слайд, это динамика прибыльности корпораций по отраслям год к году, по секторам, да, и здесь мы видим уже немножко другую историю, Energy, которая у нас была фаворитом, рост на 15%, на самом деле по прибыльности именно, они очень сильно провалились на четверть хуже год к году, 18-19, это очень плохой эффект, потому что вряд ли будет большой потенциал роста какого-то отрасли, да, если они проседают там по доходности, по прибыли, поэтому энергетика это не особая такая история, как мне кажется, и до сих пор она переоценена, если ее там оценивают еще в рост 15%, вряд ли, то есть там идеи никаких нету. IT, конечно, переоценено, но это и ежу понятно, потому что IT-компании на исторических хаях, и при этом многие из них убыточные, и мы видим, что это здесь тоже закладывается, что минус 8% год к году относительно как у самых крупных компаний IT-сектора Соединенных Штатов. S&P болтается около нуля, минус 2,3% немножко снижается, и вот здесь мы находим интересные опять плюшки, да, динамику, то есть опять у нас health care, то есть они у нас вот здесь были в топе, второе место по потенциалу роста, и здесь по прибыльности они на первом месте 4,4% да, по целому сектору, также utilities 4,2 очень хороший результат, и даже real estate, про который все уже забыли, недвижка, все понятно, даже здесь потенциал, точнее, прибыльность растет, 2,7% недвижка, понятно, что это тяжелый, тяжелый слон, тяжелое пианино, которое надо двигать, но здесь есть рост и плюс это защитный еще сектор, потому что если вы помните кризис, вот я прям помню его как трейдер, я в нем был, терял и зарабатывал деньги тогда в моменте, что тогда недвижка падала очень сильно, да, потому что был именно пузырь на, скажем так, именно недвижимости, да, и именно вот кризис в Америке вот этих всех займов на недвижимость, которую там любой курице давали ипотеку, да, на огромный дом, то есть эта проблема обрушила рынок и тогда, конечно, real estate валился. Ну, допустим, когда у нас был пузырь dotcom в 2000 году, то недвижка там очень слабо упала, упали IT-компании, финансисты и так далее, а real estate, наоборот, выстояли и был защитным сектором. И вот сейчас многие экономисты видны и в России, и в Европе, в Америке, они говорят о том, что если сейчас будет ближайший год-полтора, допустим, кризис или рецессия в Америке, то недвижка там будет ни при чем, да, real estate, utilities и healthcare, да, это как раз будет защитными секторами, которые будут расти, падать меньше рынка, расти лучше рынка, поэтому обратите на это внимание, на вот эти штуки, да. Так, давайте я вернусь к чату, стоп, что-то у нас сбилось, есть ли у вас может быть какие-то в моменте вопросы, я перейду в чат, пишите вопросы, готов на них ответить, так, что у нас по таймингу осталось минут 15-20, так что давайте ускоримся, пишите вопросы, поэтому если мы смотрим на фондовый рынок, вот S&P, сейчас, да, как выглядит исторический хай, практически, да, то есть у нас практически вот по ETF на S&P, 304 было недавно, сейчас 302, то есть, ну, исторический хай, немножко откатились, там, процент, вот, но в основном рынок на пикушке, то есть многие боятся, конечно, здесь заходить, боятся инвестировать в моменте, хотя многие боялись и здесь, 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 когда рынок уже здесь снижался там на 17-20%, тем более боялись, хотя вот такие моменты, безусловно, самые выгодные, интересные для инвестирования, то есть это нужно понимать. Вот. Что касается, что касается следующего слайда, да, он такой закидывающий вам идеи, да, то есть, если мы говорим про здравоохранение, как мы уже поняли, допустим, недвижку, то там нужно заглядывать внутрь сектора, выбирать самые сильные компании, то есть это понятно, я вам дал идею, то есть где искать, если вы хотите именно защитно сформировать портфель. Дальше здесь колоссально важная идея, это у вас должен быть кэш, то есть на депозитах, на прописком счету, то есть вы должны иметь подушку такой безопасности, в случае, если ваша акция любимая или защитная акция снижается, чтобы вы могли ее купить и чтобы у вас была возможность по выгодной цене зафиксировать доходность, да, или зафиксировать хорошую цену по акции, поэтому кэш в кризис это хорошая история, перед кризисом это всегда здорово, но здесь важная сноска, ссылка, что кэш должен быть валютный, а точнее кэш должен быть долларовый, да, меня часто спрашивают, почему не рубли, рубль самая крепкая валюта и так далее, я всем людям тогда показываю график, это график с 98-го года валютной пары доллар-рубль и здесь у нас четкий однонаправленный тренд, который у нас идет только вверх, да, мы видим это движение, многие говорят, да нет же, рубль самая крепкая валюта, я говорю, давайте с вами вспомним 2014 год, мы жили при рубле там 36-39, даже не 34-36, потом мы проснулись и он стал по 62-55 и так далее, для многих он стал по 80, да, многие банки со спредами продавали, люди бежали в банки и просто с безумной переплатой брали по 80 рублей, люди начинают говорить, вот недавно же был 32-34, они говорят, а, да, 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 я уже забыл, точно, был же 32-34, потом говоришь, слушай, давай, проветривая мозги, вспоминай, что недавно в 2008 году 23 было 24, как тебе такая история, они говорят, да, точно, был же, был же 23-24, кто постарше и с хорошей памятью тут помнит, 98 год, 6-8 рублей, 8 рублей, очень долго держалась котировка, то есть, 6 рублей, поэтому, понимаете, за 20 лет 6 рублей мы шагнули на 64-66, то есть, это, какая инфляция, какая девальвация, поэтому, нужно четко понимать, что ваша подушка безопасности, да и ваши инвестиции должны быть в валюте, потому что вы зарабатываете деньги в рублях, гривнах, тенге, допустим, то есть, вы уже берете риск этой валюты, еще раз, там, 4-8 лет у нас шок, там, валютные инфляции, девальвации, все остальное, то есть, у вас должен быть защитный актив, защитный актив в данном случае, первое, это кэш долларовый, и второе, вообще, инвестиции именно валютные, и вот фондовый рынок, он предлагает как раз такие инвестиции, когда мы можем за доллары, за крепкую валюту, в которой инфляция менее 2%, держать эту валюту, и размещать ее в интересных инструментах с либо стабильной доходностью, допустим, дивидендной, мы сейчас об этом поговорим, либо с потенциалом роста большим, как вот растущие акции рынка США, да, поэтому это очень интересная история, как мне кажется. Про недооцененные сектора мы с вами поговорили, то есть, моя рекомендация вам 3 сектора, в нем разобраться, посмотреть, найти лучшие бумаги, это здравоохранение, utilities, то есть, коммунальные услуги, и я бы взял еще недвижимость, именно как защитный актив сейчас, да, и посмотрел вот эти инструменты. Также у нас есть защитные сектора, какие, вот многие думают, что за защитные сектора, естественно, это оборонка, потому что есть такие компании, ну, Boeing, мало кто знает, но Boeing, это далеко не те самолеты, на которых мы летаем, которые падают, к сожалению, периодически, то есть, Boeing, там, на 70% это военная компания, у них есть долгосрочные заказы от Пентагона, уже чуть ли не там на космические корабли, на ракеты, и на военные самолеты, вертолеты, пароходы и так далее, то есть, Boeing, это военная компания, прежде всего. Также есть такая компания General Dynamics или Lockheed Martin, самая крупная военная компания американская, то есть, они вот недавно выкатили многомиллиардные соглашения, там на ближайшие что ли 10 лет у них на поставку ракетов, самолетов и так далее. То есть, что бы там ни происходило, что бы там ни падало рассол на рынке, такие компании, как Lockheed Martin, General Dynamics, то есть, они будут зарабатывать деньги, у них уже выручка и прибыль, она уже заложена на 5-10 лет ближайше. То есть, нету никаких новостей, нет никаких сомнений, понимаете, поэтому это вам такие тоже инвестиционные идеи, но эти компании дорогие сейчас, то есть, нужно тоже ждать небольшой коррекции интересных входов, понимать, как заходить, из каких уровней, каким ценам, искать разворотные вот эти точки, то есть, также защитный сектор. Также защитный сектор, многих это может быть удивить, но защитный сектор, допустим, лакшери, потому что, как это ни парадоксально, многие не любят богатых, это очень плохая привычка бедных людей, но богатые, то есть, люкс-сегмент, он в кризис падает не сильно, то есть, волатильность, даже на последнем снижении люксовых брендов, она была очень слабая, и Луи Витон, допустим, или Тиффани условный, он, вот эти бренды, вот эти корпорации, они не упадут, как рынок, или не упадут сильнее рынка, тем более, потому что это защитные активы, люди удерживают их, крупные, да, и будут в них сидеть, и инвестируют там, в долгую, поэтому обратите внимание, допустим, на такую историю, как Луи Витон, давайте сейчас посмотрим, тикер у нас LVMH, по-моему, да, Луи Витон, Моя Хеннесси, такое скромное название, так, окно графика, вот, смотрите, у нас, я включаю дневной график, и мы видим, здесь можно даже включить, там, недельный график, и мы видим просто ракету вверх, это вам не евро-доллар, не доллар-иена, какая-нибудь золото там, это просто ракета, да, то есть, 16-й год мы стоим 140, сейчас мы стоим, так, это что там, сейчас мы стоим 400, то есть, и биткоин не нужен, здесь и без биткоина X3, понимаете, то есть, вот он, там кто-то что-то падает, здесь это просто постоянный рост, понимаете, или, допустим, ну, потребительские товары, там, такие, как, допустим, Coca-Cola, безусловно, тоже защитный актив, то есть, вы можете из него формировать свой портфель, да, допустим, если мы берем тему с здравоохранением, такая тема, как CVS, это одна из самых интересных сейчас вещей, CVS Health Corp, это у нас аптека, это сеть, самая крупнейшая в США сеть аптек, да, вот таким образом выглядит график дневной, недельный, не такой впечатляющий, видите, здесь были определенные проблемы у компании, но вот на уровне 54-55 и крупные фонды начали заходить, и статистика компании начала улучшаться, и мы видим, что идет хорошая динамика, десятки процентов роста, то есть, вот такие недооцененные штуки, CVS, допустим, здравоохранение, сеть аптек, стабильный, понятный бизнес, в кризис вряд ли упадет сильнее, чем 10-20%, даже если упадет, и это хорошая идея для портфеля, но, опять же, не рекомендуемый на CVS отдельно, то есть, потому что сейчас, знаете, начинающие инвесторы сидят, такие, вместо ушей локаторы, так, Виталий рекомендует CVS, пошел на полкотлеты, на всю котлету, с плечом взял середишку на CVS, стоп, не об этом речь, понимаете, то есть, не об этом сегодняшний вебинар, даже если вам, вы услышали эту идею, идите, разберитесь, почитайте про эту компанию, про эту, или Louis Vuitton, или Lockheed Martin, то есть, то, о чем мы говорим, вы должны разбираться, вы должны понимать, определенные метрики, когда заходить, когда выходить, и даже, если вы заходите в какую-то идею, но не более 10% вашего портфеля, вашего депозита, вкладывать в одну акцию, в одну компанию, то есть, даже если это железобетон, и стопудовая какая-то история, но не надо сюда заходить, зашли, там, открыли счет на 5000, на 5000 купили CVS, это так не работает, потому что, может вырасти на 50%, может упасть на 50%, чтобы потом не было вопросов, ни ко мне, ни к себе, вы должны, грамотно распоряжаться, своим капиталом, и своими, своим портфелем, да, поэтому здесь важны, еще раз мы возвращаемся к тому, что, 10 плюс идей, и вы должны распиливать свой портфель, либо по 10%, либо там, если больше идей, 5-7%, на одну бумагу, это будет более грамм. Так, у нас остается минут 5-7, надо немножко ускориться, зарубежная недвижимость, это очень большая тема, и скажу так, что через фондовый рынок можно инвестировать, условно, в отели, там, Хилтон, то есть, есть компании, фонды, которые этим занимаются, если у вас будут вопросы, или вы хотите через эту штуку инвестировать, да, то есть, есть определенные кейсы, акции, вы мне можете написать, в принципе, на почту, почту в конце я продублирую, как вариант, я вам смогу посоветовать, и тут все зависит от суммы, все зависит от пожеланий, там большой выбор, то есть, там нужно тоже смотреть, нужно разбираться. Золото, все рекомендуют, я тоже здесь мимо не прошел, мне золото не нравится, даже в последнее время они там подросли до полторашки, да, но это классический пример, когда там в преддверии кризиса надо вкладывать золото, и так далее, то есть, если вы это верите, вы понимаете, что делаете, то, безусловно, в принципе, золото может быть на 10%, до 10% в портфеле, купить золото, опять же, не, лучше покупать какую-то CFD, да, или какой-то, где у вас будет, какой-нибудь, не дай бог, своп отрицательный, то есть, лучше купить либо ETF, либо, допустим, если дается спот, без свопа, да, то спотовые инструменты, покупаете себе в портфель, до 10% в портфеле, в принципе, нормальная идея, хотя на полторашки, на максимуме, брать сейчас не самое благодарное дело, то есть, если будет небольшая коррекция, то можно посмотреть. Какие-то конкретные уровни по золоту, я не вижу смысла сейчас здесь сдавать, потому что золото, такой безумный инструмент, он хочет туда идти, хочет сюда, в последнее время я уже перестал его анализировать, я вот этого-то не любил, я скажу так, что просто, если вы видите коррекцию процентов на 15 от текущей цены, то это будет нормальная история для захода на 5-10% в портфель, да. Дальше, для тех, кто любит погорячее, у кого есть возможности такие технические, то в период кризиса, при кризисных каких-то штук, вы можете, допустим, зашортить индекс на какую-то часть портфеля, но это для адекватных людей, не для начинающих, допустим, есть такой инструмент, как ETF ProShares Short 3Q, да, это если вы уже, это обратный ETF, если вы хотите уже на всю котлету, ну, я шучу про всю котлету, если вы хотите заработать на падении рынка, то есть вот такой зеркальный фонд, который, если вы его здесь покупаете, то это вы делаете ставку на падение фондового рынка, и вы здесь без плеча, всего за 27 долларов можете купить этот фонд и инвестировать в то, что рынок упадет, допустим, на 20%, вот вы ждете, что данная ценная бумага вырастется, там, с 27, допустим, до 35, да, то есть это один из тех инструментов, которые используют профессионалы, в моем арсенале это есть, да, то есть в случае падения рынка на определенный процент, на определенную долю портфеля, допустим, там, на 20-25 процентов можно захеджировать, зайти в этот инструмент, это Short индекса NASDAQ, да, то есть, потому что IT будет падать сильнее всего, IT падает в первую очередь, скажем так, поэтому если уж чего-то шортить, да, то лучше шортить не S&P, где у нас Coca-Cola, там, и Amazon, да, допустим, а все-таки полегче индекс, где у нас там NASDAQ, да, то есть NASDAQ зашортить с одним плечом, нормальная тема, но это для адекватных людей. Такое удовольствие будет стоить ProShare, за плечо деньги не берутся, но за обслуживание этого фонда 0.95 в год вполне адекватная история, если вы знаете, что делать, да. Так, что еще? Что еще? Если касается конкретных каких-то рекомендаций, я вам, в принципе, дал там пяток, десяток акций, да, если какие-то готовые инструменты, да, например, у нас есть готовые портфели, в которые можно вкладывать технологии, но я хочу сказать сегодня больше о 8-м портфеле, вот я вам говорил про инвестиции в недвижимость зарубежную или высокодоходные дивиденды, кстати, важный момент допустил, высокодивидендные бумаги, ценные, это также защитный актив на период кризиса. Почему? Потому что многие крупные инвесторы, им нужен денежный поток, и они вкладывают в дивидендные бумаги, чтобы они давали им там 3-4-6 процентов дивидендов годовых стабильно, гарантированно, допустим, 4-6 процентов дивиденд в валюте, это очень высокие дивиденды в долларах, потому что я думаю, что и вы знаете многих людей, которые держат деньги в банке, на банковском депозите, в долларах под полтора процента годовых. То есть если тебе дают фондовый рынок, допустим, 5-6 процентов дивидендов, то это очень круто, если это особенно защитные активы. К примеру, у меня есть портфель, один из тех, которые у меня конкретно есть, и которые мы формируем для наших клиентов, это портфель, куда входят как раз высокодивидендные ценные бумаги и акции, которые занимаются недвижимостью, компания, которые занимаются недвижимостью в США, Канаде, Австралии и Франции. И вот здесь статистика 2016 года портфеля, мы видим средний рост практически на 13% в год, лучше год 22%, лучше год 5,6% пока что был, максимальный дропдаун 10%, и в принципе мы видим, что с десятки стартового баланса у нас получилось 15,3% с 2016 года, то есть это очень хорошая динамика, почему, потому что здесь же проценты на проценты еще, плюс реинвестирование дивидендов, а вот в этом портфеле у нас сейчас дивидендная доходность 5,8-6% годовых, то есть этот доход в долларах гарантированно, гарантированно, причем он поступает в форме дивидендов ежемесячно, это очень классная такая тема, приятная, и ежемесячно вы видите, монетки падают к вам на счет, и вы можете их реинвестировать в эти же акции, то есть так это работает, это очень грамотный такой подход, да, это вот, и плюс еще также акции растут в год на несколько процентов, и плюс за счет реинвестирования дивидендов также у нас получается вот такая доходность практически 13-х годовых, да, то есть, ну, цель вообще это 10-14 годовых, вот, с минимальными рисками делать на зарубежной недвижимости плюс дивидендные бумаги, сейчас вот как выглядит портфель, это получается тихо, да, также есть вот такой портфель, он, кстати, показывает даже меньше доходность, 10,5, это портфель роста и дохода, здесь у нас как раз здравоохранение, биотехи, плюс высокодивидендные акции США, ну, вот за последнее время, видите, здесь потому что были просадки, здесь более долгосрочная такая динамика, плюс она учитывает, эта модель учитывает 7-8-9 год, да, чтобы все было по-честному, и вот эта доходность, она средняя вот за это лохматое количество лет, понимаете, но лучший год 46% в год, худший год минус 22,6, то есть вы должны это четко понимать, что мы всегда в инвестировании берем усредненное значение, то есть не то, которое было в прошлом году, или которое мы ожидаем в этом, усредненное за энное количество лет, да, но бывают года феноменальные, бывают не очень хорошие, то есть в инвестициях это вот именно так, работает, видите, опережает этот инструмент, этот портфель индекс S&P достаточно значительно, вот, по всем метрикам, соответственно, любой, как добиться доходности, там, допустим, 30 годовых или больше, да, то есть любой инструмент можно брать, допустим, с половинчатым плечом, со вторым плечом, и получаешь доходность выше, но и волатильность счета выше, то есть это нужно понимать, для начинающих инвесторов, я, безусловно, не рекомендую брать какие-то плечи, да, то есть это не самая лучшая такая идея. Что из дивидендных таких аристократов, из тех компаний, которые платят дивиденды, там, не знаю, 50 лет уже и постоянно их увеличивают. Есть такая компания, как AT&T, да, я думаю, многие знают, это как раз телекомы, коммуникации, они платят в 19-м году дивидендная доходность 3, ой, 6,32, ожидается дивиденд на 20-й год 6,44. Классная доходность, чтобы вы четко понимали, дивидендная доходность по всему широкому рынку S&P 1,81, то есть всего около 1,9%. Для русского человека или человека из постсоветского пространства это 1,8, о чем? То есть для европейца, для американца это пассивная, это гарантированная доходность, 1,8 просто тебе падает. Это очень хорошая доходность, да. Тот же S&P вообще в целом растет в год, ну, в среднем в год около 9,5%. То есть и при этом он там в космосе и многие люди убают, утраивают деньги за несколько лет. То есть для рынка не надо каждый год расти на 50%, чтобы вырасти в итоге на сотни процентов. То есть здесь работает все-таки именно магия сложных процентов, поэтому когда вам акция растет там процентов на, не знаю, 10 в год и вам еще платят 6% дивиденд, это уже бомба. То есть это уже 16% и за несколько лет, да, если вы 3-5 лет будете инвестировать, то вы получите средняя доходность уже там не 14-16%, намного выше, особенно если вы будете реинвестировать дивиденды, как, допустим, мы делаем здесь, да, то есть это с учетом реинвестирования дивидендов как раз получается такая классная доходность, еще и ежемесячный дивиденд. Вот такие дела, друзья. Но я так понимаю, что наше время уже закончилось, да, вот то, что мы сегодня с вами успели о чем поговорить, друзья, пишите, пожалуйста, свои вопросы, может быть, немножко успею ответить, может быть, успею ответить, все внимательно слушают, мало вопросов сегодня, пишите вопросы, я готов на них ответить, также, кто будет потом записи смотреть на YouTube-канале Admirals Markets, обязательно под этим видео оставляйте свои комментарии, я обязательно приду, на это видео оставлю свои комментарии и отвечу на ваши вопросы, буду рад ответить, поэтому потом переходите, смотрите, да, жду ваших вопросов, плюсики я ваши уже видел, напишите вопросы, какой-то комментарий, буду рад на них ответить, давайте еще буквально 3-5 минут берем на эту такую сессию, пока вы пишете вопросы, напоминаю фразу Уоррена Баффета, очень классную, никогда не попадайте в зависимости от единственного источника дохода, инвестируйте, чтобы создать второй источник, если вы хотите действительно добиться какой-то финансовой независимости, создать какие-то денежные потоки, то фондовый рынок это одна из хороших идей, которая вам позволит инвестировать в лучшие компании с классным устойчивым бизнесом, растущим в мире, и получать дополнительные источники дохода, поэтому это очень-очень важно. Я оставляю еще раз свою визиточку, здесь есть официальный сайт, есть почта, компании, куда вы можете написать, мне перешлют ваши вопросы, обязательно, то есть оставляйте с пометкой в Адмирал Маркетс, или там вебинар, да, 31-10, то есть я обязательно прочитаю и вам смогу ответить, допустим, по вопросам, по портфелям, по каким-то, или вы, если вы хотите понять, как это работает, да, то я обязательно вам могу ответить. Так, так, не понял вопрос. Что касается, понимаю, что могут быть вопросы, что, а я как бы хочу сам, я не хочу там инвестировать, или я хочу получить какую-то консультацию, либо понять, куда смотреть, куда бежать, да, то есть у нас также есть такой вариант, вы можете, допустим, пройти обучение, есть классный, очень понятный, простой курс, называется трейдинг по другим углом, это как раз курс обучения трейдингу и инвестированию на фондовом рынке, о том, как выбрать инструменты, как торговать по тренду, как понять фундаментальный анализ, как читать метрики по финансовому анализу, как знать отчетность компании, да, то есть какие компании инвестировать, какие нет, также есть там лекция по торговле от уровней на фондовом рынке и по мани-менеджменту, и по объемному анализу, и по построению алгоритма для бизнес-плана для каждого трейдера и инвестора, поэтому здесь также фундамент, и все очень в простом режиме, 10 занятий где-то по полтора часа, видеозаписи доступны, то есть вы можете в любой момент начать, в любой момент закончить, посмотрите в удобное время, это очень удобный такой формат, поэтому переходите, смотрите или оставляйте заявки, да, на почте, вот здесь еще раз и вам, с вами свяжутся, я думаю, что это оптимальный вариант для тех, кто хочет самостоятельно начать, да, не инвестировать или нехватить, понимать, что не хватает знаний, опыта, то это такой оптимальный формат. Ну, это в принципе все, что хотелось сегодня сказать, куда шквала вопросов не вижу, комиссионные, комиссионные именно по инвестированию, да, ну, там есть разные портфели, но в среднем это полтора плюс двадцать, полтора плюс двадцать, полтора за управление, то есть стандартный, в принципе, для фонда, полтора-два в год и плюс двадцать стандартный. стандартный. Друзья, ну, еще раз фотографируйте, смотрите, что обращайтесь, вам большое спасибо за внимание, адмирал Маркетс, большое спасибо за приглашение, надеюсь, вам было сегодня интересно и полезно, постарался для вас подготовить такой формат легкий и о сложных вещах сказать вам просто, да, поэтому задавайте вопросы, если будете на ютюбе, потом смотрите, пишите в комментариях, обращайтесь еще раз по этим реквизитам, да, и обязательно мы вам поможем и ответим на все вопросы. Партнерам Адмирал Маркетс, большое спасибо, Роман, тебе огромное спасибо отдельно и буду уже заканчивать, потому что время ужина подступает. Всем большое спасибо и увидимся с вами, я думаю, что в следующем месяце, да, на вебинаре Адмирал Маркетс, как раз, поэтому всем большое спасибо и до новых встреч. Спасибо большое, Виталий, за вебинар, как всегда было очень интересно узнать подробнее о инвестировании, именно уже начинаешь раскрывать новый подход, поэтому, да, коллеги, спасибо вам также за участие, увидимся уже на следующем вебинаре, который будет запланирован на ноябре, обязательно вас на него пригласим и продолжим также разбираться в вопросе именно инвестирования, поэтому всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok